В Бобруйске пройдет автопробег за Единую Беларусь. Стартуют движение сегодня в 17.00. Сбор участников у Ледового дворца. В субботу в городе проведут прямую телефонную линию. На вопросы жителей ответит руководство исполкома и администрации районов. Курируемые вопросы – экономика, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, социально-культурная сфера, образование и государственная молодежная политика. Телефоны для связи на ваших экранах. Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи людям с COVID-19. В документе прописан порядок лабораторного обследования пациентов на инфекцию при их подготовке к плановой госпитализации, исследования, проводимые в стационарных условиях. Оговорен порядок ведения пациентов в отделениях анестезиологии и реанимации. Указан порядок назначения лекарств при оказании медпомощи в амбулаторных условиях. Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию. Ранее сообщала, что белорусы могут направлять их до 25 октября. Однако после этого числа предложения будут принимать и дальше. Собранные материалы депутаты обобщат и проанализируют. Водительские права на автомобили с автоматом могут появиться в Беларуси. Норма внесена в проект изменений в закон о дорожном движении. Такое удостоверение будет иметь пометку только на автоматической трансмиссии. Если его владелец сядет за руль машины с механикой, будет считаться, что у него нет прав.